Всем привет! Меня зовут Алена Савченко и я преподаватель английского языка. В сегодняшнем видео я предлагаю вам поговорить об одном из моих самых любимых слов в английском языке. Это слово to think, думать. Вы спросите у меня, почему же оно такое любимое? Потому что, как вы знаете, я преподаватель английского языка. И очень многие мои студенты, и не только мои, очень многие люди, изучающие английский язык, делают ошибку в произношении. И произносят слово think как sink. Потому что намного проще произнести звук с, а не с, потому что звучит он как-то по-русски. В русском языке звука с просто не существует. Но я открою вам огромный секрет. Знаете, какой? Что think переводится не думать, а по-другому. Он может быть либо глаголом, либо существительным. Давайте посмотрим, что мы имеем в виду и как переведут предложение, когда мы скажем I think. Если мы будем иметь в виду глагол I think, мы будем понятыми, как я тону. I think. Потому что глагол to think означает тонуть. Ну и если нас поймут как существительное, и мы скажем I think. Знаете, как нас поймут? Конечно, вы видите, я раковина, потому что I think переводится как раковина. Поэтому невероятно важно использовать правильно звук с и выговаривать его. У многих есть проблема с произношением данного звука. Для этого у меня есть замечательное упражнение на отработку звука С. Есть для этого два слова. Например, through. Through переводится как через, сквозь. И очень важно здесь произносить звук С. Ни в коем случае не С. Для того, чтобы понять, правильно ли вы произносите звук С, я предлагаю вам встать перед зеркалом и сказать through, through, through и повторять таким образом. Если вам кажется, что вы произносите его верно, предлагаю вам проверить себя. И добавить перед этим словом, слово I, я. И сказать I through, I through, I through. Если вам не станет смешно или неудобно перед зеркалом, значит вы произносите этот звук верно. Второе упражнение на отработку этого же звука С, это слово three, три. Вы можете подойти к своему другу или к своему родственнику и сказать. Просто посмотрите в его глаза и скажите три раза three, three, three. Если вам друг или родственник не даст в глаз или не скажет, что вообще, ну или не скажет вам еще пару теплых слов, значит вы произносите эти звуки верно. С чем я вас и поздравляю. Надеюсь, что после этих упражнений и этих примеров у вас станет все замечательно со звуком С. Окей, увидимся в следующем видео. Goodbye.